Глава 2. Подзаголовок 5. Черчилль. Черчилль вступил в должность, будучи убежденным сторонником сионизма. В феврале 1920 года он вызвал ужас правительственных арабистов, в кавычках, заявив в интервью газете Санди Геральт, что в перспективе ему видится еврейское государство с тремя-четырьмя миллионами жителей на обоих берегах Иордана. Черчилль был носителем версальского духа. Он определенно поддерживал идею возрождения еврейской государственности на всей территории библейской эры Цесраэль. Об этом же писал лорд Бальфур Ллойд Джорджу. «Восточная граница Палестины должна проходить как можно дальше от Иордана, дабы создать условия для успешного развития сионистского земледелия». Конец цитаты. С этим соглашался и лорд Сэмюэль, назначенный верховным губернатором Палестины. Не может быть населенности без территории. Каждый эксперт понимает, что для процветания Палестины совершенно необходима соответствующая территория к востоку от Иордана. Конец цитаты. Самая влиятельная лондонская газета «Таймс» доказывала, что Палестине необходима надлежащая военная граница. Она должна проходить как можно ближе к краю пустыни. По мнению газеты, река Иордан не может быть восточной границей Палестины. В соответствии с мандатными обязательствами, принятыми Великобританией, наш долг – сделать еврейскую Палестину жизнеспособным и процветающим национальным государством, избавленным от необходимости вести вечную борьбу за свое выживание в регионе. Конец цитаты. Несколькими годами позже заместитель министра колоний лорд Арнольд выступил в британском парламенте и ретроспективно представил официальную позицию Лондона следующим образом. Во время войны мы признали независимость арабов внутри определенных границ. Шли споры о том, какие именно территории включают в себя эти границы. Но по поводу Трансиордании споров не было. Никаких сомнений не вызывал тот факт, что Трансиордания находится внутри границ, подразумеваемых декларацией Бальфура. Конец цитаты. Даже эмир Абдалла, ставший главой арабского государства Трансиордания, признавал, что доставшаяся ему территория предназначалась изначально евреям. Цитата. «Милостью Аллаха мне удалось создать арабское правительство в Трансиордании. Это произошло благодаря отделению страны от декларации Бальфура, в рамках которой Трансиордания находилась еще по соглашению Сайкс-Пико, 16-й год, включавшему ее в зону влияния Великобритании». Конец цитаты. Как и его брат Фейсал, Абдалла признал положительную роль еврейской иммиграции в создании экономической основы Трансиордании. В связи с этим он неоднократно пытался организовать продажу и сдачу в аренду земельных участков на восточном берегу Иордана евреям, живущим в западной части Эр-Цисраэль. Эти попытки предпринимались в 1924-1925 годах, в конце концов они были пресечены британской администрацией. Было ясно, что Черчилль, если предоставить его самому себе, попытается реализовать собственные замыслы относительно создания еврейского государства на обоих берегах Иордана. Чиновники из Ближневосточного отдела Министерства колоний предприняли все возможные меры для того, чтобы этого не случилось. С помощью лживых заявлений Шакберг, Лоуренс и их сотрудники убедили Черчилля в том, что еще во время войны Трансиордания была обещана Фейсалу и Хашемитской династии. Тем самым они проложили дорогу Эмиру Абдалле, и тот явился в Трансиорданию со своей гвардией из 200 бедуинов. Это произошло вопреки протестам Верховного комиссара Герберта Сэмюэля и других официальных лиц, утверждавших, что восточный берег Иордана является неотъемлемой частью мандатной Палестины. Ллойд Джордж настаивал на том, что даже если Трансиорданию придется отдать арабам, она все равно должна рассматриваться как арабская провинция Палестины или присоединенная к ней территория. Однако чиновники Министерства колоний были убеждены, что с помощью щедрых подачек арабам Британия завоюет себе их преданность. Они заявили Черчиллю, что отделение Трансиордании от Палестины не ущемляет еврейских интересов. Что же касается самого Черчилля, то он, как и многие другие западные лидеры последующего периода, был недостаточно сведущ в подробностях для того, чтобы опровергнуть это голословное утверждение. Майнер Цаген, который тем временем был переведен в Лондон, снова оказался единственным защитником еврейских интересов и британских обязательств. Цитата. «Атмосферу в Министерстве колоний можно со всей определенностью охарактеризовать как юдофобскую». То он в этом задает Шагберг, начальник Ближневосточного отдела. «Я был вне себя от ярости, когда мне стало известно, что Черчилль отделил Трансиорданию от Палестины. Для того, чтобы задобрить Абдалу, в жертву была принесена целостность еврейского национального дома, включающего в себя все пространство библейской Палестины. Лоренс, конечно, в нужный момент оказался у Черчилля и сумел повлиять на его решение. Это сокращает размеры еврейского национального дома до одной трети территории библейской Палестины. Министерство колоний и местная администрация в Палестине утверждают теперь, что мандатные обязательства не распространяются на Трансиорданию. Это открытие было сделано только тогда, когда понадобилось умаслить арабского эмира. Конец цитаты. Майнер Цагин решительно потребовал встречи с министром. Цитата. «Я пришел к нему кипят ярости и негодования. Черчилль дал мне выговориться. Я сказал ему, что по отношению к евреям была допущена вопиющая несправедливость, что в очередной раз было нарушено наше обещание, что это был абсолютно бесчеловечный поступок, что декларация Бальфора растаскивается по кускам, что политика Его Величества сознательно торпедируется. Я заявил, что ближневосточный отдел, в чьи обязанности входит реализация наших мандатных обязательств, почти на сто процентов состоит из юдофобов. Черчилль выслушал меня и сказал, что мои доводы выглядят достаточно убедительно. Однако он посчитал, что теперь уже поздно что-либо менять. Самое большее, на что он согласен, это рассмотреть возможность установления временного срока правления Абдалы в Транссорданском Эмирате. «Все это внушает мне глубочайшее отвращение». Конец цитаты. Абдалы в Транссорданском Эмирате